Президент Беларуси еще с самого начала своего правления выбирал себе любимчиков. В последнем послании к народу он акцентировал свое внимание на некоторых персонах, которые можно назвать приближенными главе Беларуси. В рядах любимцев Лукашенко присутствуют и депутаты, и общественные деятели, и, конечно же, пропагандисты. С одного из них, пожалуй, и начнем. Григорий Озаренок. Ярый противник белорусской оппозиции и подхалим президента. Несмотря на молодость, Озаренок не поддерживал массовые акции против президента и стал одним из главных лиц белорусской пропаганды, чем и понравился Лукашенко. Президент не упускает возможности похвалить молодого пропагандиста, хотя он и не отличается особым талантом. Журналист постоянно нахваливает достижения Лукашенко, иногда доводя свои аргументы до абсурда. Недавно он сравнил ЕС с рейхом, а Лукашенко представил как героя Второй мировой. Во время послания, когда президент обращался к оппозиции, зазывая их домой и предлагая стать на колени и покаяться, он также предложил собрать специальную комиссию, где генпрокурор и Озаренок могли быть председателями. Кстати, о генеральном прокуроре. Судя по всему, всего за год на новой должности Андрей Швед обскакал всех остальных силовиков в окружении Лукашенко. Правозащитники говорят, что масштабы репрессий в Беларуси достигли беспрецедентного уровня. Швед делает и говорит то, что Лукашенко хотел бы видеть и слышать. Обещает привлечь к ответственности всех нарушителей общественного порядка, обвиняет поляков в ликвидации мигрантов. За свою долгую политическую карьеру Лукашенко время от времени уставал от своего ближайшего окружения. Но для Натальи Качановой этот момент еще не наступил. Глава страны регулярно находит возможность похвалить ее буквально на ровном месте. Недавно послушная и льстивая лидеру страны Качанова по домыслам является главным кандидатом в президенты в 2025 году. В своем послании к парламенту Лукашенко, предоставив слово только двум депутатам палаты представителей, Олегу Гайдулевичу и Марии Васильевич, которая спросила о защите животных. Девушка представляла национальное собрание, хотя является самым молодым депутатом. Если Гайдулевич заслужил такой чести многолетними преданными речами, то у Васильевича есть еще одно преимущество. Она просто нравится Лукашенко. И симпатия не была испорчена даже поведением девушки в августе 2020 года, когда она посетила раненых и избитых протестующих в Минской больнице скорой медицинской помощи и принесла им извинения за действия госчиновников. Кстати, с августа 2020 года в России по делам, связанным с протестами против Александра Лукашенко, арестовано не менее 20 белорусов. Некоторые из них уже депортированы на родину, другие ожидают экстрадиции или депортации. Россия редко отказывает Минску, позволяя задержать белорусских силовиков на своей территории. Можно ли сказать, что соседний лидер – главный фаворит Лукашенко?